Здравствуйте, дорогие родители! Мы продолжаем курс наших занятий для вас. Сегодня мы поговорим о нервной системе, о том, как она формируется, с чего она состоит, и чтобы вы имели представление о том, как воздействовать на нервную систему ребенка. Сложно воздействовать на то, не знаешь о последствиях. Итак, нервная система человека состоит из двух частей. Это центральная нервная система и периферическая нервная система. Центральная нервная система, в свою очередь, делится на головной и спиной мозг. Головной мозг в основном – это полушария коры головного мозга. Спиной мозг – это спинномозговой канал, из которого выходят спинномозговые нервы. А спинномозговые нервы относятся уже к периферической нервной системе. Итак, периферическая нервная система состоит из следующих частей. Это спинномозговые нервы, это черепно-мозговые нервы, И это нервные сплетения. Нервные сплетения это такой клубочек, в который собираются нервные клетки, нервные пути и потом расходятся дальше. Один из примеров нервных сплетений, знакомый вам, солнечное сплетение, мы с ним сталкиваемся знакомо. Таких сплетений в организме человека не одно, несколько. Итак, смотрите, нервные пути выстраиваются следующим образом. Нервные клетки соединяются отростками, называемыми аксонами, и выстраиваются в длинные пути, которые проходят через весь организм. Итак, остановимся на центральной нервной системе. Центральная нервная система это прежде всего полушария коры головного мозга, где располагаются различные центры. Как же функционирует центральная нервная система? Основная ее функция это восприятие сигналов от внешней среды. И восприятие сигналов от внешней среды, реакция, вернее, центральной нервной системы на сигналы внешней среды, называется рефлексом. Итак, что же такое рефлекс? Дадим определение. Рефлекс это простые и сложные, высоко дифференцированные отражательные реакции организма. Давайте попробуем объяснить это сложное определение. И длинные, непонятные слова, казалось бы, начнем с конца. Итак, отражательные, действительно, центральная нервная система отражает те реакции, которые посылает нам окружающая среда. Ну, допустим, цвет, звук, запах, прикосновения. Это все сигналы нервной системы, которые отражаются через центральную нервную систему, через кору головного мозга. Высоко дифференцированные. Ну, понятно, что глазом мы реагируем на свет, ухом мы реагируем на звук и так далее, и так далее. То есть, ухо мы никак не можем увидеть, поэтому сигналы идут и называются высоко дифференцированные. Организм дифференцирует их в зависимости от той системы, которая воспринимает эти сигналы. Простые и сложные реакции. Ну, конечно, мы можем дотронуться до горячего чайника и отдернуть руку. Это простая реакция. И в то же время, допустим, такая реакция, как ходьба. Когда они задумывались, что как мы ходим, сначала мы должны поставить ногу на твердую поверхность, ощутить, что эта поверхность твердая, и нога у нас будет стоять, и только потом отрывается вторая нога и делается следующий шаг. Мы никогда не оторвем вторую ногу, если первая наша нога не будет стоять на твердой поверхности. Вот это сложная цепочка реакций, и поэтому она и называется сложной. Итак, еще раз, рефлексы – это простые, сложные, высоко дифференцированные отражательные реакции. Как же эти реакции осуществляются? Давайте мы изобразим путь осуществления этих реакций, который называется рефлекторная дуга. Итак, первое, кто воспринимает эти сигналы – это наши клетки-рецепторы. Они располагаются везде и достаточно высоко дифференцированы. В глазу есть рецепторы, реагирующие на свет, в ухе есть клетки-рецепторы, реагирующие на звук, в носу есть клетки-рецепторы, реагирующие на запах, на языке есть клетки-рецепторы, реагирующие на вкус, и на коже, руках, ногах, голове, на всей поверхности нашего тела Есть клетки-рецепторы, реагирующие на прикосновения, на температуру, на раздражение и так далее. Это клетки осязательные. Итак, клетки восприняли сигнал, который передается на нерв, называемый чувствительный нерв. Он ведет в кору головного мозга, где есть центр. Когда центр коры головного мозга принимает этот сигнал, там происходит переключение на двигательный нерв. Это нерв чувствительный, это нерв двигательный. И двигательный нерв несет сигнал к мышце, и мышца реагирует. То есть вот рефлекторная дуга. То есть все рефлексы проходят по этому пути. Сначала клетки-рецепторы, потом чувствительный нерв, потом центр коры головного мозга, где происходит переключение, потом двигательный нерв и мышца. Это рефлекторная дуга. Теперь давайте поговорим вот о чем. Все рефлексы делятся на две большие группы. Первая группа – это рефлексы врожденные или безусловные. То есть не нужно никаких условий, чтобы они сформировались. Человек с этим рождается. И многие из врожденных рефлексов закрепляются у человека на всю жизнь. Ну, это знакомые нам вещи. Просто об этом не задумываются. То есть это и чихание, и моргание, и глотание, и рвота, и кашель, и слезотечение, когда болят глаза, и некоторые другие. Зевание, например. Это тоже рефлексы врожденные. Есть врожденные рефлексы, которые проходят через несколько месяцев. И мы с вами об этом говорили. Это рефлексы первых месяцев жизни, по которым мы можем прогнозировать развитие ребенка. Если, скажем, да, помните, мы с вами говорили, провести по ножке. Вот, пяточки до стопы, до пальчиков по стопе. И пальчики расходятся веером. Так называемый рефлекс Бобинского, проходящий к трём месяцам. Сосательный рефлекс у ребенка достаточно губам поднести. Что-нибудь неважно. Это может быть соска, может быть палец, может быть бутылочка, может быть игрушка. Ребенок сразу начинает сосать. Этот рефлекс тоже проходит где-то к 4-5 месяцам. Вот, если врожденные рефлексы такие временные затягиваются, не проходят, или по каким-то причинам не сформировались, это говорит о патологии центральной нервной системы. Ну, в принципе, таких рефлексов достаточно немного. Они ограничены, и в принципе мы их знаем. А вот следующая группа рефлексов – это рефлексы, приобретенные или условные. То есть должны быть условия, при которых эти рефлексы вырабатываются. И все эти рефлексы человек приобретает за всю свою последующую жизнь. Вот это практически то, что дает человеку возможность, ну, скажем, приобретать так называемый жизненный опыт. То есть что такое жизненный опыт? Мы говорим с вами, что один человек, у него богатый жизненный опыт, и другого там, ну, вот, не сложилось приобрести жизненный опыт и так далее. Что же такое жизненный опыт? На самом деле, с точки зрения физиологии, это приобретение условных рефлексов. И, смотрите, ребёнок с самых первых дней начинает приобретать условные рефлексы, начинает приобретать жизненный опыт. Смотрите, все действия, направленные на самообслуживание – это условные рефлексы. Это то, что мы вырабатываем у ребёнка. Ну, грубо говоря, вот, некоторым не нравится это слово, но, тем не менее, это факт. Мы ребёнка дрессируем на его же благо. Вспомните, речь, произнесение согласных звуков – не что иное, как подражание. Ребёнок, глядя, как вы говорите, подражает действием ваших мимических мышц. И таким образом складывает губы, складывает щёки, складывает мышцы языка и полость рта и произносит согласные звуки. Именно там вот «ба-ба», например. Он делает так же, как делаете вы. Поэтому он и говорит на том языке, на котором говорите вы. Не на другом совершенно. Как бы вам этого не хотелось, он всё равно заговорит так, как говорите вы. Если вы плохо произносите, допустим, букву «Р», он тоже будет плохо произносить букву «Р», пока вы не дадите ему возможность научиться это делать. Хождение на горшок. Вы учите ребёнка, вы вырабатываете у него рефлекс, что нужно в определённой ситуации, при определённых ощущениях пойти туда, сделать те движения, допустим, снять штаны, расстегнуть пояс и так далее, и так далее. Сесть, потом встать, провести китогенические мероприятия. Вы его учите. Вы учите, как держать ложку и набирать эту ложку едой и отправлять её в рот. То есть ребёнок этому обучает сам. И потом это входит в привычку. Вы учите ребёнка, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя. И вы обратили внимание, это очень трудно. Ребёнок не живёт чужим жизненным опытом. И вот фраза «человечество лучше бы мы учились на чужих ошибках» – это физиологически невозможно. Человек не может учиться на чужих ошибках. Он должен пройти свои ошибки. Он должен выработать свой условный рефлекс. Как бы вы ни говорили ребёнку, нельзя туда лезть, будет больно. Пока он это на себе не испытает, он не успокоится. Вот как только испытает, сразу поймёт – нет, это нельзя. Всё, я не буду этого делать. Он приобрёл жизненный опыт. Он знает, что это нехорошо. Поэтому в любом действии вспомните, как люди переходят дорогу. Кто-то останавливается на красный свет, кто-то нет. И происходит до тех пор, пока он не попадает в какую-то неприятную историю. Как только он столкнётся с машиной в той или иной степени, или попадёт на полицейского, который его оштрафует, это плохо скажется на бюджете, человек поймёт, что не надо этого делать, не надо никуда идти, не надо рисковать и так далее. Он приобрёл жизненный опыт, он будет себя вести так, как это нужно делать. Таким образом, набор условных рефлексов, он даёт возможность человеку делать определённые вещи, или не делать эти вещи, дабы сохранить себя живым и здоровым, с минимальным ущербом для своей жизни. Поэтому, когда вы спрашиваете, как поступать в том или ином случае, когда ребёнок, скажем, да, то-то не делает, то-то не хочет и так далее, и так далее, здесь совет может быть только один, который очень физиологичен, с точки зрения физиологии абсолютно верен. Мы должны вырабатывать у ребёнка условный рефлекс, и как неприятно это звучит, мы должны его действительно дрессировать. Это не значит, что мы его не любим, не воспринимаем его как животное, а как раз наоборот, мы его любим, и мы стараемся уберечь его от последующих неприятностей. Кстати, ситуация с животными прямо противоположная. У животных очень хорошо, в большом количестве выражены врождённые рефлексы. Вспомните, как ведёт себя щенок или котёнок, он очень быстро начинает понимать, где мать, где еда и так далее. Маленький ребёнок этого не понимает, вы положите месячного котёнка или там нескодневного котёнка рядом, недалеко от матери, там, скажем, в двух метрах, и котёнок туда поползёт. Положите даже пятимесячного ребёнка недалеко от груди у мамы, где есть молоко, он будет орать до бесконечности, а груди даже голову не повернёт, потому что он её не чувствует, он не понимает, где это находится. У него нет такого рефлекса. Чем же отличается человек в этом плане от животного? Кстати, у животных очень маленький набор условных рефлексов, приобретённых. То есть, животное может научиться только определённой группе команд, определённой группе вещей, не более. Поэтому у них этот спектр очень ограничен. А вот чем отличается человеческая центральная нервная система, человеческая кора от коры животных, и почему человек всё-таки является своеобразной вершиной эволюции, мы поговорим в нашей следующей лекции, в нашей следующей встрече. А сейчас спасибо за внимание, будьте здоровы и берегите себя.